Я думаю, не случайно Иисус сказал, я есмь путь. Иисус не сказал, я есмь цель. Путь. Путь отличается от цели, да? Путь — это когда ты путешествуешь что-то, да? Цель — это когда ты из точки А должен дойти в точку Б, да? Это вот такое соревнование, да? Ты должен дойти, желательно быстрее дойти, желательно опередить всех конкурентов, да? А когда ты путешествуешь, когда ты просто куда-то отправляешься в путешествие, там же все иначе. Ведь твоя задача — это так вот мы уезжаем в отпуск, на две недели уезжаем в отпуск. Надо как бы побыстрее дойти. Положим, вы запланировали отпуск, проехаться по нескольким местам, и у вас же нет цели быстрее приехать в последнее место. Нет? Нет? Ваша же цель — путешествовать. Цель — это все путешествие, а не как можно быстрее прийти в конечную точку. Когда у нас там люди сплавляются, я помню, когда я в самый первый раз был на сплаве, да? Я приехал на сплав, мы с братьями, с пастырами сплавлялись первый раз, когда там лет 20 назад было с лишним, вот. И мы приехали, там что-то дождик, это река наша суровая уральская река, там эти катамараны, вот эти палатки всевозможные, дождевики, вот, весла. И вот мы гребем под дождем в этих, вот, и гребем. И я такой говорю, так, какая цель нашего путешествия? Мы говорили, вот, у нас вот мы должны плыть, сколько там, дней пять плыли, что ли? Должны были дней пять плыть, вот до такого пункта. Там нас встречают, там со сплава, там нас, конечно, маршрута. И мы, и вы знаете, я как-то вот первый раз, и я вдруг понял, что вот туда, и я думаю, надо быстрее туда плыть, вот прям быстрее. Мы там, у нас было несколько катамаранов, мы соревновались, кто быстрее, кто быстрее. С утра прямо гребешь. И мы вот этот путь, что-то дня за три, что ли, мы его прошли. В общем, вечером, когда мы приплывали, мы были такие усталы, просто падали и спали, утром вставали. Вот, и я приехал домой, и мне жена говорит, почему так рано-то? Должны были пять дней. Я говорю, мы прошли все, мы просто поднажали там вот. Она говорит, что, понравилось? Я говорю, нет. Просто что я помнил? Я помнил три дня, когда мы усиленно работали веслами, и этот пятидневный маршрут мы прошли за три дня. Успех. Приехал домой. Кому этот успех нужен был? У вас бывало так? Вот что-то стремишься, что-то надо, и получилось все. А потом думаешь, кому надо? Зачем надо? И ты так ожидал, что ты будешь такой счастливый там, а ты вообще не счастливый никакой, в общем. Не, не, не. Достиг, получил, а не счастливый. Почему? Есть опасность, заложенная в цели. Я вот три опасности вам покажу, которые есть в целях. Самая первая опасность, опасность цели, вроде бы очевидная вещь, путь занимает намного больше времени, чем цель. А наша жизнь – это путь. Если ты думаешь, что ты будешь счастлив, только достигая цели, да, ну, ты достиг цели, потом еще какая-нибудь там гора, там тоже достиг цели, еще потом в жизни. Ну, вот это вот время, когда ты на вершине, это же минимальная часть твоей жизни. Большую часть твоей жизни ты, что? Ты поднимаешься. Когда ты думаешь, что счастье – это достижение цели, ты обрекаешь себя на несчастную жизнь, потому что даже достигая цели, ты находишься не так много времени на этой вершине. Проходит время, и, как Иисус говорил, наевшийся, снова оголодает, поднявшийся на гору, должен спуститься. Правда же? А тот-то сильно радовался, что-то происходит, из-за чего он так же сильно плачет. Поэтому это небольшое время. Мы не так давно всей семьей поднимались на Шахан, мы любим летом ездить на Аракульский Шахан, здесь у нас соседний регион, вот, и мы поднимаемся, и вот вы знаете, и мы шли, и там на самом деле вот подъем он, особенно если жаркий день, вот мы идем-идем, 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 и вот все время такие мысли, мысли, вот я поднимусь туда, на гору, на этот Аракульский Шахан, и откроется вид, а там на самом деле, кто был, потрясающий вид, это озеро Аракуль, там другие горы, там вообще говорят, что этого Шахана, что-то куча озер видно, я правда не видел, столько много озер, ну много там всяких озер, больших и малых озер, вот, и вот идешь-идешь-идешь-идешь-идешь, и дорога занимает много, много времени, поднимаешься на эту вершину, и на самом деле, такое счастье, мы там сели, мы сидим, смотрим, такое просто состояние, ветерок дует, прохладно, так, так хорошо, но вот вы знаете, все дело в том, что мы уже не первый раз поднимаемся на эту гору, и мы знаем, что важно, чтобы день был хороший, не просто радоваться, находясь на вершине, надо стремиться, чтобы твой путь тоже был наполнен счастьем, об этом-то и говорил Иисус, блаженны к нищие, да, ибо их есть Царство Небесное, блаженны алчущие, ибо насытятся, блаженны не только те, кто поднялись на гору, но те, кто поднимутся на гору, те, кто идут под склоны, возможно, тут солнышко светит, и там жарко, а ты все равно поднимаешься, почему? Потому что однажды ты поднимешься, но когда ты поднялся, не думая, о, такое счастье, потому что ты все равно спустишься, и там будет еще и солнышко, и дождик, может быть, будет, поэтому опасность цели, мы не так много времени находимся на вершинах, подавляющая часть нашей жизни находится в пути, в пути к этим целям, и вот научиться радоваться, находясь в пути, очень важно. Субтитры сделал DimaTorzok